Добровольные. Понимаете? Понимаете или не понимаете? Понимаете. Вон наше удостоверение. Мы гражданский журналист. Как зовут? Анатолий. Петров Анатолий Витальевич. Дата рождения? 10-12-1988. Откуда вы? Место рождения Крымская область, Красноперековский район, город Армянск. Проживает Тульская область, Белевский район, поселок Боврики. Еще раз от рождения? 88-88. Вы проживали в Украине, я так понимаю, до совершеннолетия? Нет, первый класс отучился, родители поссорились, мы разъехались. Я с мамой уехал в Россию. Как долго вы жили в Украине? До 97-го. До 97-го? Проблемы были китовым? Нет. Или вы не помните еще? Проблемы не были. Проблемы не были. Понял. Дальше что, где вы жили? Ну, так же я с мамой там жил. Потом ушел в армию в 2006-м году. Умер отец, отцу не отпустили, как он гражданин Украины. В каком году? В 2007-м году. Потом умерла мама. А имеет значение, в какой страны вы граждане, когда умер отец? Я служил на важных университетном объекте, в городе Жуковском. И мне нельзя было выезжать в него. Что это за важный объект? Ну, это ЦАГИ, ЛИО. Это самолеты, которые от Макса где проходят. И мне нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации. Ага. Понял. А что это за объект? Я такого ни разу не слышу. Ну, это самолеты, там, Макс такой, знаете, проходит. Самолеты со всех стран слетаются там. Макс это что? Ну, Макс это... Ну, и самолеты показывают свои, там, они... Ну, так и что в этом секретно, если со всего мира слетаются? Ну, не знаю, там, самолеты, вот это, там, аэропорт. Ну, ЦАГИ, ЛИО. Ну, пустяки. Ну, ЦАГИ, ЛИО. Заткут. Как ЦАГИ? ЦАГИ. ЦАГИ. ЦАГИ, ЛИО. Так, и дальше, значит, вы служили в армии с... 2006 по 2008. А, 2006-2008, так это вы срочно просто служили. Ну, потом подписал контракт, как бы я... Ну, не было смысла ехать домой, родители умерли. Так. Санкт-деревни. Так. Пописал контракт в Смоленскую область, в городе Десногорск. Для подписчиков. ЦАГИ это Центральный Аэродинамический Институт имени Жуковского, Авиационный и Государственный и Научный Центр России. Московская область, да? Да. Чего там секрет? Пусть. Он не сказал секрет, но он сказал важный. ВГО. Так, и может, вы знаете хоть один секрет? Государственные тайны хотят узнать. Блин, продайте нам, поменяйте нам блок сигалет. Я не знаю. ВГО как расшифровалось? Важный государственный объект. Важный государственный объект. ЦАГИ знаешь, ВГО знаешь? Нам просто никто не хочет, хоть кусочек тайны дайте нам какую-нибудь. Да. Государственные хоть немного есть? Нет. Что, вам не доверяли? Ну, моя задача была простая, охранять периметр. А звание должен? Стрелов, рядовой. Понял. Потом подписали контракт, где служить? В городе Десногорск. Смоленская область, городе Десногорск. Атомная электростанция. Все это время прослужили там? Нет. Потом еще контракт подписывал. Где дальше? В Севастополе. В Севастополе. В каком году? В 2008-2009. В 2008-2009? Так это вы в украинской армии? Нет, в России. В России? А там что делаете? Единитный ракетный полк, там северная сторона. Ну, операторы транспортировки ракет. Операторы транспортировки ракет. Транспортировали ракеты? Ну, я тренировался, там пару ракет погружал на машину. Так. Дальше. Потом уволился по семейным обстоятельствам. У вас жена ребенок есть? Нет. Так, дальше. Потом с братом попали в аварию. Док лежал в больнице. Брат погиб. А, это катастроф? Да. И вдруг погиб. Какие у вас были повреждения? У меня пластиновый ракет стоит и голова. Пока не забыл, Владимир, последний раз перебиваю, потом... А как это происходит? Вы говорите, что вас не выпустили на похороны. Конечно, он не отпустили. А? Так, как срочник. Так это был какой год? 2007-й. Вы, типа, написали рапорт. Ну, он же сказал, что ВГУ важный. Понятно. А как это, мне интересно, технически. Там даже после увольнения нельзя три года потом выезжать. Вы указали, что на похороны к отцу? И вам сказали нет? Нельзя. После увольнения три года за границу нельзя выезжать. Матери отпустили. Что ты хочешь, человек? Воздушная тревога. Слышали, да? Слышали? Ну-ну. Дальше. Потом подписал в Тулу. ВДВ. В Тулу тоже там меньше года прослужил. Из-за пластины пришлось уволить. Не пригод? Не пригод. А сразу что взяли? Ну, я из медицинской книжки вырвал все свои болезни. Прошел комиссию. Потом начались последствия руки. На каких-то физических упражнениях? Когда прыжки выли, у меня стропа дергалась, у меня рука до конца не выпрямляется. Из-за пластины. У меня дернуло и рука зафиксировала. Боли пошли. Так, дальше. Потом устроился на работу в Московскую область, в Рублево-Успенское шоссе, в Дом правительства Московской области, Ахан. Дом правительства Московской области? Да. То это вы всех правителей Московской области там видели? Ну, не всех. Не всех. Ну, а как они? Вы общались? Нет, наше дело просто, Ахан. А самый модный правитель кто был? Кто у вас самый модный? Кого вы видели своими глазами? Воробьёва только видел. Кто такой Воробьёв? Ну, это губернатор Московского область. А Синицына? Не видел. Ну, у нас там не только внутри, у нас там и парковка есть. Там на парковке можно сидеть. Голубева видели? Нет. Айстова. Ладно, всё, давай, пошутили, хватит. Дальше. Это чтобы как-то немного, может быть, вас расслабить, знаете? Потому что вы очень, очень напряжены. У тебя половина губит. Ну, и за штрафов, потому что у меня страх. Спасибо. Ты же нажимал, смотрел куда. Когда я работал пятёрочкой в магазине, вот, нашёл карточку. С неё списал пять тысяч рублей. Собственно, как нашёл карточку? Просто чужую карточку? Да, мужик забыл её на карте. Я её забрал. Да. Вечером с неё списал пять тысяч рублей на игровую валюту. А пинкот? Там не надо было ничего. Нормально. На следующий день приехали. А что, купил? Игровую валюту. Ну, золото. А потом золото нашёл? Ну, купил в танках золото. Игровая валюта золото? А валюту на что потратил? На танк купил танк. Купил танк, да. А это с целью заработать как-то там можно в этих танках? Да нет, это простая игра. Ну, кто-то, как-то, донатка. Я задонатил на чужой счёт. Ты понял, ты кайфарик чисто в этих играх. Ну, я в танк я не буду. Ну, я возместил ему пять тысяч на следующий день же. А так как уголовное дело, ну, заявление уже было написано. У меня был суд. Да. Вот. На сто тысяч рублей меня штрафовали. Сказали, до три месяца выплатить. Пять тысяч снял, на сто от штрафовок? Да. Там дальше... Заров был. Сейчас нагорела сумма достаточно приличная. Сколько? Сколько ты не платил? Пять лет. Это пеня, пеня. Пень, да. И приставы приезжают к бабушке. Я тут на работе там могу два месяца там сидеть. А бабушка живая дома? Живая. А где она? В Москве? Нет. Поселок Бобрики. Это рядом с Москвой? Ну, там пять часов из дома. А, пять часов. Ну, это считай, это вообще пристав. Ну-ну. Ну-ну. И... Вот я прописан в нее. И к ней едет пристав. Она старенькая. Я вот решил по-быстрому, думаю. Коротковременный контракт подписал. На три месяца. Вы сбежали в Украину от приставов? Ну, я чтобы заработать и рассчитаться со всеми. Сколько вы должны были заработать еще? Нам пятьдесят тысяч обещал губернатор и пятьдесят тысяч в два месяца. Плюс зарплата. И сколько это всего? Ну, не знаю, там тысяч сто семьдесят. Короче говоря, вы планировали рассчитаться с долгами и за полгода, я так думаю, не так понимаю? Нет, за три месяца. За три месяца. Четко посчитали? Ну, у меня контракт на три месяца. Угу. И приехать в Россию, все отдать деньги? Отдать деньги. А у вас помимо вот этих трехсот были еще долги? Ну, микрозайм, но они маленькие. Сейчас они там клацают. Да. А что за микрозайм? Ну, это быстрый день. А, быстрый день. Да. Это раз ему нормально. Ну, у нас есть такая реклама. Если что. Вот. Я не знаю, может, надо будет. Прорекламировал только что. Где наши деньги? Да. И брали-брали быстрые деньги на что? Просто на жизнь? Ну, на жизнь, да. Ну, я еще в ТикТоке любил там залипать. А в ТикТоке зачем лень? Ну, там есть же тоже блогеры в ТикТоке, которые там миллионники. Так. Да. Я там был в одной девчонке. Ну, зачем там смотришь, что там банишь людей. Модератка? Модератка. Ты был? Да. Модератка. Вот. Ну, и приходилось там, когда у нее батлли, там происходили тратить. Ну, я подал. Три свои деньги тратил на своего автора. Ну, да. То есть ты делал работу, модерировал канал. Да. Еще и тратил свои деньги. Ну, когда батлли у нее происходили, там раз в неделю батлли. Какими-нибудь тоже там офигеть. А ты ее лично знал эту батлшую? Нет. Ты ее полюбил? Ну, как общались просто. А как? Логины? Ну, как ее найти? Тикток. Это и тикток? Тикток. Да. Давай зарекламим. У нас тоже там чуть есть подписчиков. Ну, у нас тут, как у нее было. Светка, конфетка. Ого. Светка. Веселое получается. У нас такое интервью веселое получается. Светка, конфетка. Светка, конфетка. Ну, это ж, я имею в виду, что полюбил. Это я... Это? Нет. 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 Там, может быть, там Светка, конфетка. Один миллион двести тридцать. Один миллион двести тридцать. Один миллион подписчик. Ну, понятно. Ох мы, да. Да. Угу. Я имею в виду, полюбил. Ну, были же какие-то, наверное? Нет. Все конфеты. Я тебе говорю, начинаю вбивать Светка, конфетка с один миллион и дальше цифр. У меня миллионик он точно был. Да. Это точно тикток вообще? Да. А у нас сейчас уже заблокировали тикток. Да. Ну, значит нету. Значит в БПМ как-то я не знаю там... Инстаграм же им заблокировали. Инстаграм они сами себе заблокировали вместе с фитбуком. Это я знаю. А про тикток не знаю. Но в тиктоке у них там очень сильные... И сколько ты на нее потратил? Ботафермы были. Не знаю. Ну нормальный предыдущий. Там на глаз плюс-минус. Ну тысяч пятьдесят. Тысяч пятьдесят? Ну что... Не сразу это, на протяжении какого-то... вместе 3-4 ты реально мог пойти взять мелкий займ быстрые деньги для того чтобы пойти задонатить типа не ну серьезно шашу на что-то рассчитывал я разбрал ну как бы там помогал и потом я бы снова отдавал потом не получилось в отношениях с ней ты на что-то рассчитывал или это бескорыстно ну альтруист не вообще тут еще такого не понравилось вам тебе ты хотел может с ней встретиться как-то затянуло но ты переписывались так что ты сказал миллион подписоты ни хрена юмор и социалка сотрудничество в инсту 390 ты 330 тысяч подписота а вторая дадим тебе посмотреть продолжать хочу сказать что он думаю наверное будет на нанеси новом место да ладно и в общем донатили донатили там что-то задолжали еще в микрозаймы залезли там тоже выросла для ваших масштабов это вообще не о чем а то 500 тысяч до уже было там нет там трех стран шло в принципе да за три месяца отбилить бы при таких этих самых и можно говорить о том что вы поехали конкретно за деньги сюда и чтобы не трогать никакие идеологические моменты да точно да не ну может вы там хотели защитить кого-то от кого-то нет я поехал за играми чтобы рассчитаться знали вы что-то о том что в украине происходит нет тогда и не будем даже об этом разговаривали так каждом что рома интервью одно и то же расскажите лучше что-нибудь поехали выше дальше какого числа это было 28 августа подписал контракт приехали за изюмом стояли в лесопосадке кто нас отправили в сторону веселенького туда подальше там нас бросили под минометами как-то бросили под минометами ну не офицеры не вас поставили видимо держать какую-то позицию у нас сказали окапываетесь и все но и потом дальше никакой команды самой ночи потом один день также с танкистами мы оттуда выехали с этого лесопосадка какого числа восьмого восьмого то есть десять дней по сути мы стояли в лесопосадке за изюмом ну блиндаши рыли это сколько дней был до этого восьмого а до восьмого 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 за веселенькой нас отправили и оттуда ночью мы либо с восьмого на девятый выйти с танкистами другую лесопосадку там нас по 10 человек определили и 10 человек в одну сторону здесь и другую для металлы не было и 10 умерли за что может за планы вашего безумного руководства захватить украину возможно даже скорее всего знаете как в хром-фильме но вы выжили вам повезло все началось с золота в танчиках у нас был сюжет программизм опасен для жизни а тут но танки в любом случае опасны компьютерные игры тоже влияют вредят могут навредить вашему здоровью без проблем выше у нас был программист из дна которого отправили с института и он тоже попал в плен а вы тоже в плен попали из компьютерных игр из дыры его забрали принудительно он работал программистом а тут же сам пошел даже разные вещи вас выжило сколько человек трое из скольки из десятерых которые вот мы тоже стояли остальные на ваших глазах какие-то пятеро как того стрелили взяли в плен и застрелили и не брали просто стрелили а как спасать его дождь не стоит ну вот в посадке бы это стояли как-то происходил мы окапывались подъехал два танка и не помню три битвера сумерки уже были нуждать много знаю дальше и пятерых которые стояли спереди чуть подальше надо мы туда сзади ближе к подсолнуху ну так это мы не застрелили а это был бой просто вы так сказали как будто вы их построили вот так вот у вас они даже не стреляли конечно не стреляли надо было дождаться пока бы они стреляли или что просто ваши женишь там немного с мозгами не дружат вот это вот взяли в плен и застрелили потому что ну такого вообще как правило не бывает взяли в плен то взяли в плен знаете а тут подъезжает наших 3 бтр а вы не можете понять кто это подъехал даже правильно вообще было непонятно те быстренько спрыгиваю с бтр а в стоит 5 этих ваших мама уциморы на эти бам-бам у вас уже берут все я ушел а ушел сутки 1 1 1 туда расскажите там совсем деревне было кубиш и там временная военная прокуратура города и дюма я туда ночь удаляйся из окна разбитая утром слышу стрельба в окно выглянул там солдата ухранили так и вы что сдался так сидели дальше там смысл по тумбочкам хоть пробили там может кто-то золото деньги бриллианты банка тушенки украинский куриная гражданская гражданская ну написано взяли в рот вот это вот в з в з в з в так взяли это хотя уточнить вы ушли имеется ввиду вы увидели там как убивают ваших и вы убежали а то вот так сказали я ушел там типа все потому что мы же хотим художественный рассказ рассказ чтобы было ну понятно как это происходит стоите вы а так получается вы начали сказали их раз их убили то есть их поставили около деревья вы тупо расстреляли можно же так понять и так получается давай уже мы уже дошли до этого меня интересует какую вы организацию там было разной распечатанной на двери написано временная комбинатура город березу своим все временное к оккупантам да значит все таки наверно тушенка их было не отправились нет повезло тоже фарт бомбард на фарте было фарт на фарте понял как вообще относитесь к этой войне отвратительно отвратительно понимаете что путин военный преступник вы понимаете что его может судить международный и военный трибунов как вы к этому относитесь но одобряете что его будут можно я задам вопрос кто должен понести ответственность за все что происходит путин конкретно вот с вами кто вас сюда отправил понятное дело что не лично путин из военкомата но вот кто начал все вот конечно все этот вот пройти если цепочку я просто не знаю все все это началось вообще зачем победить на территорию украины ну как зачем путин объявил где милитаризацию вы кстати демилитаризировали отменно именно вот по харьковской области в английском решили победить американцев в чем-то оставить нам больше вооружения чем предоставить американцы видели разбитую технику или не разбитую целую брошенную виду разбитую целую брошенную не видит ну есть хватает с демилитаризации понятно вы как-то неправильно видимо поняли это слов где нацификация то что ну вот мы сидим с вами нацисты видели нацистов значит путин соврал когда он сказал что нужно идти убивать украинцев ради какой-то непонятной демилитаризации и демилитаризации собрал собрал значит он преступник так как вы относитесь к тому что его был судить это сейчас выглядело как будто бы ты давайте подискутируем это сейчас выглядело так ну то есть как нас бросили просто будто бы я задал 150 наводящих вопросов в результате получил тот ответ который мне нужен поэтому на самом деле я просто получил тот ответ который очевиден а я хочу уточняющий давайте подискутируем вот я до этого спросил есть состояние на сейчас это не это не спецоперация это полноценная война согласны как ее назвали это неважно по сути по сути это война война российская армия вторглас на территории Украины правильно у российской армии есть главнокомандующий есть и верховный и верховный главнокомандующий это только на аренях они перепутаются Шойгу да а кто верховный Путин да смотрите в любом случае мы победим это понятно потому что с нами весь цивилизованный мир и нас нам помогают будет суд всегда был гаакский трибунал или ну да как вы думаете вот в случае победы она безусловно будет наша кого нужно судить кто отдал приказ напасть на Украину ну ну как мы не официально вторглись Путин дал приказ правильно соответственно его по идее надо судить ничего не официально да вот кстати официально ну как спецоперация если ну и что это не спецоперация это как война да какая разница как он ее назвал это ж никого не будет интересовать тоже можно пойти на улице кого-то убить или я не знаю ограбить забрать там какие-то драгоценности и сказать что ты их от драгоценности его освобождал ну это ж тебя не освободит пойти убить олигарха и сказать деолигархизация да ну кстати вот на тонкий лед опять ты становишься я просто ты тут олигархов олигархов все не дают ладно ну у меня вопросов нет то есть да у меня тоже вопросов нет от себя можешь что-то сказать я думаю ваши близкие увидят этот ролик ну кроме того что вы работали в охранном предприятии с названием коих выдает 150 миллионов штук гугли сразу же мы больше про вас ничего не знаем обзванивать все эти охранные предприятия мы не можем обратитесь если следят за нашим каналом они увидят есть у вас друзья какие-то такие же охранники я думаю они смотрят номера может ну может они хотя бы смотрят листают смотрите если вы знаете все россияне знают что на нашем канале появляются люди кто знает подписчики и просто зрители канала кто знает этого человека есть контакты у нас в телеграме вы можете написать нам его телефон и мы свяжем его родственников с ним а вы же в ВК по-любому есть да в ВК есть да прикрепим ссылочку на его профиль в сообщение как обычно мы в последнее время это делаем там человек помогает он сбрасывает эти ссылочки мне на них на всех я просто их добавляю закрепленные да и там найдете наши контакты сообщите контакты родственников мы сейчас не будем этого мы сами туда не лазим это ФСБшное говнище там люди занимаются вот от себя передайте что-нибудь другим россиянам которые вот ребята даже не вздумайте идти сюда это полный обман тут нет того то что говорят тама о а что тама говорят то что вы поедете и будете охранять блокпосты там или восстанавливать города это все полный вред восстанавливать нормально по 2000 снарядов поселок выпускать то что я видел как просто это города не восстанавливаются а реально разрушаются это подумайте подумайте головой подумайте о близких крючевое слово вот 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 Продолжение следует...